Всем привет! Это проект Другая Кухня и с вами я, Александр. Друзья, сегодня готовим интересный рецепт, название интригующее, булочки Дома Паркеров. Как вам? Приготовим и посмотрим, как получится. Получится хорошо, поделитесь этим видео, а я вам оставлю одну булочку. Идет? И для рецепта нам понадобится муки 400 грамм, молока 250 миллилитров, сахар и масло по 50 грамм, 2 яйца, пол чайной ложки соли и полторы чайной ложки дрожжей. Молоко хорошо нагреваем, аккуратно, оно должно быть горячее. Сюда же весь сахар, размешиваем и ждем, пока молоко остынет и сахар растворится. 5 минут прошло, двигаемся дальше, маленькими перебежками. Теперь в теплое сладкое молоко добавляем дрожжи и пару ложек муки. Перемешиваем слегка и даем нашей опаре постоять еще 5 минут. Пусть дрожжи заработают. Опара подошла хорошо, дрожжи работают. Теперь все как обычно. Муку пересыпали в чашку побольше, сюда соль. Все, перемешали и пошла наша опара. Ох, красота! Сюда же яйца. И я еще растопил сливочное масло, тоже вот так вот по краю его красиво вводим. Уже сейчас вижу, что муки маловато, но все делаем по рецепту. Замешиваем тесто. Ну да, тесто получилось жидким. Сами все видите, добавляем муки, сколько уйдет, я скажу. Тесто еще прилипает, но больше добавлять не буду. Добавил 150 грамм муки. Сейчас убираю в чашку, накрываю пленкой и даем тесто увеличиться в 2 раза. Как раз и мука разбухнет. Ну и посмотрим, как подойдет. Тесто отлично подошло, смотрите, друзья, расстоялось ровно час у меня. Продолжаем. Теперь нам понадобится еще кусочек растопленного масла, тоже грамм 50, наверное. Ух ты, красотища! Смотрите, сейчас покажу. И крупная соль, морская. Достаем. Шепчем. Вы слышите, нет? Я притихну, а вы послушайте. Супер! Тесто супер! Сильно не обминаем, просто вот так обкатали колобочек и раскатываем. У нас должен получиться прямоугольник толщиной в 1 сантиметр. И теперь достаточно обильно смазываем растопленным сливочным маслом. Форму я тоже смазал, она у меня 28 на 17 сантиметров. Все! Не пропускаем ни одного уголочка. Теперь берем и вот так вот аккуратненько на полоски нарезаем. Ну а теперь на прямоугольнике. Я нашу длину поделю на три части. Вот так. Раз! 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 У вас так же получилось? И теперь маслом вовнутрь вот так складываем. Такую книжечку переносим в форму. У меня получилось, как вы видите, три ряда по четыре штучки. Прям как раз. Вот так вот. Накрываю пленочкой и даю еще подняться, расстояться булочкам минут 15. Друзья, включайте духовку на 180 градусов, пусть разогревается. У меня форма керамическая, поэтому поставлю ее в холодную. Смотрите, как расстоялось. Теперь капелька молока и желточек. Все вот так перемешиваем и аккуратно все промазываем. Каждый уголок, чтобы он зарумянился и было красиво. Ставим, выпекаем, ну минут 30, наверное. Друзья, булочки готовы. Некоторые даже рвутся наружу. Смотрите, как получилось. Немного разорвало. Но ничего страшного, на вкус это не должно повлиять. Смазываем сливочным маслом, которое у нас осталось. Прям хорошо вот так. И шовчик тоже зацеплю. Горячий, а пахнут как, вы не представляете. Заблестели. Вообще красотища. И теперь немного морской соли сверху вот так. Ну так положено. И я думаю, будет так вкуснее. Дам слегка остыть и посмотрим, что у них внутри. Я не знаю, сколько вы можете потерпеть, пока булочки будут остывать. Но я уже не могу. Сейчас достану. Ох ты, ох ты. Вау. Смотрите, какая красота. Тесто. Обалденное. Ну я от него такого и ожидал. А пахнет как. Сейчас я вам вот так разору. Смотрите. Ну все, пробую, пробую, пробую и вам расскажу. Мне кажется, получились настоящие булочки дома Паркеров. Ребята, это невероятно. Она пушистая. Она воздушная. Она вкусная. Ох, а какой вот сливочный вкус такой. Ого-го. Фантастический. Все, готовьте. Ничего сложного. Зря я переживал и долго боялся. Не брался за этот рецепт. Волшебный рецепт у нас получился. И вам того же желаю. Это проект Другая Кухня и Александр. Не переключаемся. Дальше будет еще вкуснее.